Министр энергетики Беларуси с рабочим визитом посетил Гродненскую ТЭЦ-2. Во время встречи Виктор Каранкевич оценил работу предприятия, ознакомился с техническими и экономическими показателями работы, а также эффективностью запланированных мероприятий по модернизации и энергосбережению. Как подчеркнул министр, основные направления для развития отрасли сегодня это модернизация производственных фондов, повышение эффективности работы объектов генерации энергии, модернизация и развитие электросетевой инфраструктуры. Другими словами, речь про реконструкцию подстанций и линий электропередачи. Если раньше в год речь шла про замену и реконструкцию порядка 1600 км электрических сетей, то начиная с 2022 года планируется модернизировать порядка 2700 км сетей. Это позволит увеличить электропотребление реальным сектором экономики, населением, а также повысить надежность электроснабжения. Однако приоритетным по-прежнему остается введение белорусской атомной станции. За год с начала эксплуатации первого энергоблока было произведено порядка 4,3 млрд кВт-часов электроэнергии. Это позволило сэкономить 1,2 млрд кубических метров природного газа в стране. Электрическая энергия первого энергоблока поступает во все регионы Беларуси. Это стало возможным в том числе и благодаря реализации технических мероприятий по интеграции белорусской АЭС в энергосистему. В период с 2014 по 2018 годы был реализован масштабный проект модернизации сетевой инфраструктуры. Было построено и модернизировано более 1600 км высоковольтных линий электропередач. Было модернизировано 4 подстанции, построена новая системообразующая подстанция поставы, которая и позволяет обеспечить поставку электрической энергии от атомной электростанции в любой регион нашей страны. Также в прошлом году были завершены проекты по созданию электрокотлов. На 20 объектах Белэнерго функционируют электрокотлы с суммальной мощностью 916 мегаватт. Гродненская ТЭЦ обеспечивает теплом фактически 80% потребителей Гродно. Также производит отпуск тепла в паре для технологических нужд Гродно-Азот. В рамках интеграции БелАЭС в баланс электросистемы построены электрокотлы с суммарной мощностью 60 мегаватт. За минувшие годы одним из ключевых проектов на ТЭЦ стала установка турбины мощностью 70 мегаватт. Она дает дополнительную экономию для предприятия Гродно-Энерго. Дальнейшая модернизация предполагает автоматизацию оборудования, а также повышение надежности и экономичности его эксплуатации. Основные объекты – это автоматизация первого и второго котла-агрегата, замена генератора номер один, а также замена котла-агрегата номер четыре на котла-агрегат меньшей производительностью, который будет востребован в работе в межтопительный период, это летний период, когда минимальные нагрузки, тем самым повысив экономичность работы станции в данный период. Кроме того, во время рабочей поездки министр энергетики Виктор Коранкевич встретился с трудовым коллективом Гродненской ТЭЦ-2, а также принял участие в символичной посадке деревьев на территории предприятия.